И они пришли в 8 часов, а вечера его били здесь автоматами. Потом завели его в квартиру, у нас начал обыск, а потом немножко обыска было. Забрали меня с собаками, собакой моей, пекинеской, и повели нас руками, вниз головой на второй этаж, там штаб был дома, и мужа. Посадили нас на кухню, посадили меня, и там был чеченец, белорус был, русский Вася был, это русский Вася, командир был. И той чеченец говорит мне, что я буду резать вас, я говорю, режь, потому что я у тебя плену, а ты у меня не дома, а я у тебя уже плену. А он говорит, мы женщин не трогаем. Били закладом, я говорю, не бейте, потому что у меня сердце больно, я не могу это. Приходит 5 дней, 10, уже 13 дней я его ищу, ищу, а потом я подхожу до этого подвала, женщина говорит, а, пошла я заяву к Красному Кресту, что у меня муж пропал от такого-то числа, 13 дней я уже его ищу. Они взяли мои данные, все, я прихожу, а эта женщина говорит, Тань, иди посмотри, может в подвале там два трупа лежат, может твой муж там. О, ребят, прихожу, я узнала его по кроссовкам, по штанам, и он бедненький лежат, уписанный, и, короче, лицо изуродованное, но я, он же холодный был, и его разворнули трошки так, ну, умятина такая, ну, короче, у моего соседа, по терапии его есть, выстрел в него в голову, и изуродованное, ну, заготованное. Ну, мне пошла Красный Крест, и говорю, что мне делать, чтобы собаки не растаскали. Ну, сказали, я вам покажу могилу, а его, подождите, его на метр закопали, мы, чтобы не растаскали собаки его. И вот это все. Красный Крестик они сделали, это его подголова, как мы его так просыпали, как могли. Они как 27 числа зайшли сюда, то тут хавались люди в том подъезде. Там было шесть человек, и там трое, и четверо жёнок. От шести человек, трех, они убили. Как? В первый день застрелили Женю. Просто так на улице, не мотивовано зовсім, просто застрелили его. Никто не знает, чему, навіть. Другого Льоню, це другого, Льоню застрелили. Вранці, вранці подивились документи, він каже, я тут живу, вон моя квартира, йому в спину стрелили, він повернувся. Третього взагалі напились, сказали зібрати телефони, він зібрав телефони, вони його розстріляли, ще й гранату кинули. Його взагалі по частям хоронили, там руки, ноги окремо, пів голови не було, ну, жах. У мене брата п'ятого числа вбили, без п'яти, чи без п'ятнадцяти, п'ять, ішов, чи корив, чи йшов до бомбосховища, до підвалу. Просто вбили, похоронили там далі. То ви кажете, що це такі були не одиничні випадки? Ні, це системно, вони системно вбивали людей, і один хвастався, а я вже сьогодні двох сняв з вікон, каже. Снайпер хвастався, що я вже сьогодні двох, може там десь людей побачив, і просто вбивав їх через вікна. В цих дев'ятиповерхівці. Це не випадковість, це не якась там військова необхідність, це просто катування мирних житей. І в нас просто вбивали, а там далі катували, і руки люди з вбитими, зв'язаними руками ззаді застрелені були. І це просто вбивство. Бачив вже три людини з просередними головами. Кульовий є одній, видно, що кульовий отвір в черепі. Скільки тиждень тому, чи менше, плюс-мінус. То було тихо, вони ходили, як все нормально, а потім вже останніх днів 4-5 почалися, чудно було по вулиці, воно стрілецька зброя. Там пух, там черга, там одиночні. Ну, дуже багато, з усіх сторон стріляли. І ось вам результат на вулицях людей. Куча. Дякую. Дякую. Дякую.